Возвращаясь к главной теме выпуска. Создание равных условий и возможностей для представителей всех наций и народностей, проживающих в Узбекистане. Гармонизация межнациональных отношений в числе главных приоритетов государственной политики. В послании парламенту страны президент Шавкат Мерзиёев предложил объявить 30 июля Днем Дружбы Народов. Безусловно, это яркий пример реализуемых мер по дальнейшему укреплению толерантности в обществе, созданию атмосферы дружбы и согласия. Об условиях, созданных для сохранения и развития культур, традиций и обычаев разных наций и народностей, наш следующий материал. Мир, стабильность, согласие являются неотъемлемой частью благополучной жизни любого народа, государства. Испокон веков наши предки передавали следующим поколениям самые главные ценности. Это многовековая богатая культура с её традициями и обычаями, в которых одно из главных качеств – это уважение и почитание старших. Независимо от национальности, добродушие, открытость, искренность. Во всех регионах страны уделяется большое внимание сохранению, возрождению самобытности и развитию традиций, наций и народностей Узбекистана. Великодушное отношение к представителям других культур настолько развито, что толерантность стала главной чертой общего менталитета. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистана 2017-2021 годы также определяет в качестве приоритета обеспечение межнационального согласия и толерантности, расширение культурных и образовательных связей с зарубежными странами. В Узбекистане межнациональные отношения основаны на признанных принципах международного права и общечеловеческих ценностях. Каждый гражданин нашей страны, независимо от национальности, вероисповедания, социального происхождения, имеет равные права и свободы. В настоящее время в Узбекистане проживает более 130 наций и народностей. Есть 150 национальных культурных центров, 38 обществ дружбы и 16 религиозных конфессий, которые представляют их права, свободы и национальные ценности. Вместе с тем налажено сотрудничество с 38 обществами соотечественников за рубежом. В стране на сегодняшний день транслируется телепередача на 12 языках, а радиовещание на 13. Публикации газет, журналов также сдаются и на других языках. Узбекистан является уникальным государством, так как на территории нашей страны проживает более 130 национальностей и народностей, которые на протяжении многих веков живут в атмосфере мира, дружбы и уважения друг к другу. В пятом разделе стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы указано, что царящие в нашей стране мир и спокойствие, а также дружба и единство народов, взаимное уважение и межнациональное согласие являются бесценным богатством и главным достижением независимости. Сегодня созданы все условия для реализации данного направления. Представители разных наций, народностей, проживающих здесь имеют равные возможности получить образование, пользоваться различными услугами. К примеру, в большинстве развитых стран мира начальное и среднее образование ведется на двух или трех языках. У нас же учебный процесс проходит на семи языках. За последние 3-4 года открылись границы с нашими соседями, что позволяет нам не только в экономическом плане развиваться, но и духовно обогащаться. Народное образование – это та сфера, где мы закладываем основу межнациональной толерантности в сознаниях наших учащихся. Начальное образование, то есть общественное образование нашей республики, оно проводится на семи языках. Это тоже свидетельствует о том, что на территории нашей республики учитываются интересы и права всех национальностей, которые проживают в нашей республике. Но особую роль в выражении самообытности культур, традиций и обычаев играют национальные культурные центры и общество дружбы. Согласно плану действий в регионах намечено открытие новых центров и учреждений для дальнейшего расширения их деятельности. Мы считаем, что в рамках этого праздника мы должны объединить нашу молодежь, чтобы воспитывали в себе дружественные отношения с различными национальностями своих сверстников. За последние 3-4 года около 15 представителей азербайджанской диаспоры были награждены государственными наградами. Мы очень ценим это внимание со стороны государства. Узбекистан – это одно из ведущих государств мира, где все национальности имеют одинаковые возможности и, более того, имеют возможности сохранять свою национальную идентичность. Известные ученые со всего мира и государственные деятели политики отмечают, что накопленный уникальный опыт Узбекистана в области рационального управления многонациональными и мультикультурными обществами может служить примером. Ведь сегодня в стране, независимо от нации, мы едины, как один народ, живущий в гармонии, как одна семья. Я хотел поздравить всех с праздником дружбы народов. И слава Богу, что в нашем государстве, в Узбекистане, есть такой праздник. Он, конечно, нас обязывает тому, чтобы мы стремились к тому, чтобы сохранить мир, согласие, любовь между всеми людьми, живущими в нашей стране, в Узбекистане. Потому что это наша страна, это наше государство, это наша семья. Свои мнения выразили и наши соотечественники, которые в эти дни находятся на Олимпийских играх в Токио. Поздравляю всех с этим праздником. Спорт – это посол мира. И в Узбекистане дружба – это, конечно, что-то это всегда у нас. Встречают гостей, любят гостей. Я думаю, что одна из национальных достопримечательностей, национальных – это дружба. Поэтому в Узбеки могут дружить и дружат. И всегда нужно помнить и свято беречь самое главное – это согласие. Духовные и нравственные общечеловеческие ценности, которые передаются и развиваются на протяжении многих веков, обогащают каждого из нас, живущих под единым мирным небом Узбекистана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!